Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня я хочу вас познакомить с художником сэром Эдвардом Колли Бёрн Джонсом, первым баранелем. Родился в 1833 году в Бирмингеме, один из ведущих британских художников и дизайнеров конца 19 века. Ее романтические картины, наполненные средневековыми образами, ознаменовали закат движения при Рафаэлитов. Он также стал одним из пионеров возрождения идеала художника-ремесленника, оказавшего влияние на развитие промышленного дизайна 20 века. Я зачитываю Википедию, переводную, и беру некоторые выдержки из статьи Влада Маслова. Пылкое воображение художника, увлеченное романтикой средневекового рысарства, стилистические работы были близки к иллюстрациям Данте Габриэля Росетти, его первого наставника. Однако более значительное влияние на Бирж Джонса оказали меланхоличные, утонченные образы итальянских живописцев 15 века Филиппина Липпи и Сандро Боттичелли, наполненные романтическими и мистическими настроениями. Он считал, что в искусстве больше ценится красота и чувственный отклик, нежели моральное послание. Первый успех к британцу пришел на выставке 1877 года, где демонстрировалась его картина «Дни творения. Зачарованы Мерлин и зеркало Венеры». С этого момента и до смерти Бирн Джонса часто называют одним из величайших художников Англии. Родился в 1833 году в алейской семье. Мать умерла через несколько дней после появления сына на свет, и мальчика воспитывали скорбящий отец, который держал в мастерскую по изготовлению рам. Первое образование он получил в гимназии короля Эдуарда VI, а затем продолжил в Бирмингенской художественной школе. В возрасте 19 лет решил посвятить себе религии, хотел стать служителем церкви. Там он подружился с Урием Моррисом, и вместе они сформировали братство из поклонников средневековья и его литературы, а также поэзии Джона Раскина и Альфреда Теннисона. Идеи братства Моррис пропагандировал в журнале Оксфорд и Кембридж, который основал в 1856 году. Благодаря этому изданию Бирн Джонс познакомился с Дантой Габриэлем Росетти, которого попросили внести свой вклад в альманах. Художник оказал такое мощное влияние на молодого человека, что ради карьеры в искусстве. Тот бросил колледж, не закончив образование. Женился на Джоджиане, второй из знаменитых сестер Макдональдс. Одна из них была замужем за Эдвардом Пойнтом, будущим президентом Королевской Академии Живописи. Другая связала судьбу с промышленником Альфредом Болдуином, от которого родила будущий премьер-министр Британии Стэнли Болдуин. Филипп Бирн Джонс был успешным художником, автором свыше 60 картин, в том числе портретов, пейзажей и поэтических фантазий. Две его работы с изображением отца и двоюродного брата Редиарда Киплинга сейчас входят в коллекцию Национальной портретной галереи в Лондоне. Укрепление репутации Бирн Джонса во многом способствовало турной в Италии, которую он совершил в 1859 году. Там мастер открыл для себя Сиенскую школу живописи, которая ставила во главу угла декоративную красоту, элегантность и изящество готического искусства. Бирн Джонс разработал, в частности, витражи и фигуры для королевского Сент-Джеймского дворца. Его произведения привлекли большое внимание на международные выставки в 1862 году. И, в общем, это обеспечило его работы на ближайшие несколько лет. Одним из важнейших заказчиков стали храмы. Например, в 1871 году художник создал окна для Церкви Всех Святых в Кембридже, а также для Кафедрального собора в Оксфорде. Его последним крупным дизайнерским проектом перед смертью Уильяма Морриса в 1896 году стал Стэнвар Холл, для которого была придумана серия габелленов по мотивам истории о Святом Граале. Красота и таинственность древних преданий пленили художник. Еще и потому, что это было христианское предание, построенное на тематике битвы добра и зла, греха и спасения. Как многие другие современники, которые потеряли свою веру в Бога, Берн сохранил веру в христианские добродетели, романтическую любовь, благородство. За два года до смерти он писал, «Поразительно, но эта история о Святом Граале всегда была в моих мыслях. Есть ли в мире что-нибудь столь же прекрасное?» В 1864 году Берн Джонс стал членом Общества художников-акварелистов, разработал серию акварельных работ. Но в 1866 году, через два года, после того, как стал членом Общества художников-акварелистов, вынужден был порвать с обществом из-за скандального романа с Марией Замбака. Это художница, скульптор и натурщица. Его знакомство с этой женщиной закончилось попыткой ее совершить самоубийство. Она бросилась в канал. Через несколько лет Берн Джонс стал членом-корреспондентом Королевской академии живописи. Это было в 1885 году. Выставил там несколько работ, а уже девятью годами позже был посвящен в рыцаре и тогда же принял заказ на создание костюмов для спектакля «Король Артур» в театре Лицеума. Эта постановка шла в Лондоне, а затем отправилась на гастроли по Америке. Берн Джонс постоянно находился под гнетом собственных идей, как пишет Википедия. Его внимание к деталям было едва ли не маниакальным. Кроме того, он был перфекционистом. Перед тем, как приступить к картине, художник делал большое количество подготовительных рисунков. А поскольку отождествлял себя со своим творчеством, часто страдал от нервного срыва после завершения крупной работы. Некоторые его работы казались незавершенные к моменту его смерти в 1898 году. К примеру, работа «Последний сон короля Артура» в Волоне. «Аволон – это моя навязчивая идея сейчас, и я надеюсь, что смогу поместить на картину все, что меня волнует», – писал художник. Полотно начиналось как небольшой заказ, но в конце концов разрослось до почти 3 метров в высоту и чуть менее 7 метров в длину, что свидетельствует о его важности для оживания. В 1890 году здоровье ухудшилось из-за постоянных стрессов. Дополнительный удар нанесла смерть его другой коллеги Уильяма Морриса. Сам Эдвард Берн Джонс скоропотично скончался два года спустя. Ему было 62 года. После смерти влияние Эдварда Берн до Джонса оказалось больше ощутимым в области декоративного дизайна, нежели в живописи. Он разрабатывал керамические плитки, витражи, металлические ювелирные украшения, декор для фортепиано и органов, театральные костюмы, декорации габелены. Живописец хотел, чтобы его картины отражали человеческие мечты, а не суровую реальность жизни. Ну вот и все, то мне удалось найти в интернете о селе Эдварде Кольберн Джонсе, первом баронете, в Википедии, статье Влада Масла. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok